Особое мнение в эфире, в студии Дариты Пузлива. В гостях у меня сегодня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Слышите вы нас на частоте 101.0 FM. Можете отправить смс по номеру 8909 720 101.0 Либо задать вопрос в форме анонсов на нашем сайте eho.kirova.ru Даша, можно я скажу? Здравствуйте. 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 Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день. Всем приятного аппетита. Вот теперь я инициализировался. Это была такая маленькая вводная часть. Мы это готовили заранее даже. Начать мне хотелось бы с темы, которые, как уже за эфиром мы сейчас поговорили, отнюдь не нова, но тем не менее за выходные у нас выпала практически месячная норма осадков. Город опять у нас всплыл, всплыли машины, люди, коляски, все, что ни по поде. И просто сейчас очень много у нас обсуждается вопросов благоустройства, какого-то озеленения, тут скамейки, тут ремонт фасадов. Возможно, стоит, наконец, уже сделать ливневую канализацию, отложить какие-то глобальные проекты, которые наводят красоту и заняться... Я вот как раз хотел спросить, говорит, проекты по благоустройству, а какие... Ну, по крайней мере, заявленные. То есть где-то там ремонтируют лестницы, цветочки. Так это еще страшнее, когда на облупленном фасаде там ставят цветочки. Сейчас шел по центру города, я всегда хожу сюда. Я, кстати, пешеход, всегда хожу пешком, поэтому очень внимательно наблюдаю за происходящим. И когда на таком, там, на Спасской 12-м здании, да, выставили красиво так цветочки, вот на фоне этих цветочков еще страшнее смотрится. Это здание облупленное совершенно облезшее, историческое. Поэтому я не уверен, что вот это можно назвать благоустройством. Это пыль в глаза, я думаю, так. То есть если в пыльную комнату поставить несколько цветочков, она от этого не перестанет, в пыльную комнату, сейчас хуже будет выглядеть. Поэтому я не знаю, понимаете, вот проекты благоустройства, скамейки, да. Хорошо, нормально, но теперь сравните стоимость вот этих вот... То есть на скамейке или в мягке не сделаешь. Вот этих вот эффектов, да, вот этих вот эффектов таких, которые нам как бы в глаза лезут, которые нам пропагандируют. О, мы заботимся о благоустройстве. Реально, если понимать слово благоустройство, да, начиная с того, что... Я говорю, хожу пешком, да, тротуары такие, что ноги сломать можно, но я думаю, это ни для кого не секрет, причем по центру города. Если зайти куда-нибудь там на улицу Кати Кочкина, вы когда-нибудь были на улице Кати Кочкина? Я там жила неподалеку в студенческие годы. Вот, вот, вот. Там просто ходить нельзя, даже днем. Там поломать ноги можно элементарно. Я не говорю там про проезжую часть, я говорю про тротуары, про дворы. Дворы там просто смертельные, таксисты стараются всеми силами не брать заказы на адреса, которые по улице Кати Кочкина. Вот это, я понимаю, если там что-то делать, это было бы благоустройство. Потому что ливневка, в сравнении с этими затратами, извини, на цветочки, ягодки, да, она стоит гораздо дороже. Плюс это сопряженность тем, что надо вскрывать асфальт. Зачем-то уже положенный, как всегда, да. Сначала положат асфальт, потом говорят о том, что надо больше ливневку исправить. У нас всегда так далее. Сначала положат асфальт, потом начинают разгребать колодцы, которые закатали, или там, помнишь, железную дорогу, которую закатали. Поэтому затраты совершенно несравнимые. Ну, возможно, это должен быть какой-то симбиоз городских властей и компаний, которые занимаются коммуникациями. Дело в том, что ливневку нельзя сделать коммерческой. Потому что вода течет с неба, и брать с ней деньги с кого-то довольно-таки затруднительно. Тем более в разных районах это происходит. Ну, самое классическое, это у ботанического сада, он там сейчас чуть-чуть поменьше стало. На Лепсе, там у Толейбусного парка, Вечное море, Океан, да. Но там, опять же, говорят, нельзя сделать, потому что надо железную дорогу вскрывать. Представь, каково это, да. Хотя по этой дороге, в принципе, составы довольно-таки редко ездят. То есть всегда упирается в то, что это очень дорого стоит. А больших затрат на благоустройство у нас не производится ни по какой статистике. Хорошо, такой момент. Мне вот представлялось, что, по крайней мере, новые районы, там все делается уже с учетом ошибок. Вы сказали, что насколько вам известно, нет. Насколько мне известно, вот район, так называемый Солнечный берег, он изначально строится без ливневой канализации. И по прогнозам, опять же, людей, которые занимаются этими вопросами, там вот за счет этого вода будет размывать берег, на котором он стоит. И в течение жизни поколения, родившегося в этом году, этот район тихонечко сползет в сторону Вятки. Как это будет физически выглядеть, я не знаю. У нас уже был такой эпизод в городе Кирове, когда дом на Тябовском проспекте, за домом радио, там девятку построили, девятажку. Она тоже поползла туда немножко с обрыва, его укрепляли. Но там, во-первых, вовремя заметили, во-вторых, там все-таки нет реки. Там просто оврат. Большой вклад, я думаю, самый большой вклад в спасение Кирова от потопления внес, как ни странно, Евгений Алексеевич Душкин, бывший директор 5-й спортшколы, благодаря стараниям которого на трудовых резервах положили новое поле, с новой дренажной системой. Вот теперь все сквозь трудовые резервы проходит легко и быстро, и уходит в Вятку. Раньше там всегда был затор. То есть личный человек единственный, которого я знаю, который в это дело какой-то вклад внес. После этого он был, так сказать, отставлен с поста директора. Тоже забавное совпадение. Больше я пока не знаю. Насколько я знаю, на Урицкого дома строят. Вот там тоже литная часть, урицкая, это проводная. Там тоже, насколько я знаю, дренажная система. Не прокладывается ли в Мерке, нет. Тоже самая история с берегом, который будет постепенно размыт, и все эти красивые особнячки тихонько по полной прессе. Это очень дорого или это что? Это дорого. У нас, застройщики, понимаешь, в чем дело? У нас к застройщикам очень трепетное отношение у властей города. Им дозволяют очень многое, но не обязывают ни к чему. То есть строятся целые микрорайоны, представляешь, без дренажной системы. И это дозволяется. Я уж не говорю про детские садики, про школы, про больницы. Это изначально не закладывается. Стадионы там или что-то еще. Им дозволяют все. Только вот, ребята, зарабатывайте деньги, пожалуйста. Зарабатывайте деньги. Не тратьте много. Не испуганничь, что ли. Да, не тратьте много, зарабатывайте много. Вот такое трепетное отношение совершенно неправильное. Скажем, в той же Москве, сейчас я читаю, тут журнал лежит, Urban Report. Отношение совершенно другое. То есть там застройщикам проявляются очень жесткие требования. Вы бизнесмен, вертитесь, крутились, вы сделаете то, что нужно сделать. Там необходимые тротуары, дорожки, больницы, садики, площадки спортивные и так далее. Тогда вот только вы будете строить в этом районе. Ну, то есть, грубо говоря, если вы не можете зарабатывать деньги с выполнением всех условий, дверь там. Дверь там, совершенно верно. А у нас, понимаете, есть строительная компания, для которой дверь всегда открыта. Что бы они ни делали. Я уж не говорю про этажность, про центр города, про зеленые зоны и так далее. Это уже пустой разговор. Соответственно, я полагаю, что ливневка в Кирове, ливневая канализация, если появится, то только благодаря тому, что каким-то образом, не знаю, федералы в это вмешают. Уж не знаю, какие именно федералы. Может быть, там пешком по городу Бабич пройдет. Или, может, там президент новой нашей страны, который в 18-м году вдруг решит выйти к народу, как бывало выходил Михаил Сергеевич в неожиданных местах. Вот только это, мне кажется, что-то вот такое зарядовое выходящее событие может что-то изменить. Видишь, в чем дело, Даша? Я считаю так. У нас почему вообще такой город неудобный для людей? Потому что он делается для удобства тех граждан города, которые ездят на больших красивых машинах по улице. Все, что происходит вокруг его большой и красивой... Ему эти лужи пофиг. Он с удовольствием прокатится, обдаст всех пассажиров, пешеходов, да? Город для машины, не для людей. Да, да, да. То есть у нас город сделан изначально для вот... Не просто для машины, а для больших, хороших машин, которым вот эти лужи по боку. Я говорю, что вот там идешь по Карл-Марксу, да с удовольствием какой-нибудь там джипик обдаст водичкой хорошо, свеженькой, грязненькой. Ладно, я мужик, мне все равно женщину очень жалко бывает. Поэтому для них вот такие наводнения, даже развлечения определенные. Можно покататься и побрызгать на людей, да? Вот, пока у нас центры города не освободят от машины, не посадят всех чиновников на общественный транспорт, так все и будет. Как только они начнут ходить пешком, как в принципе принято в нормальных европейских городах. И бордюры сгладятся. И бордюры сгладятся. И вот это... Смотри, вот я иду по центру города, да, буквально Ленина, Дрилевского, вот здесь площадь. Все улицы состоят из каких-то жутких кусков асфальта в разное время положенных. И причем все положены плохо. Старый растрескался, новый растрескался. Навалено, я бы это назвал. Вы знаете, к нам в Киров иногда, когда приезжают друзья, те, кто приезжают сюда периодически, они на полном серьезе приезжают сюда, если зимой, то они берут с собой обувь, которую не жалко. Потому что говорят, что мы у вас тут за две недели уничтожаем зимнюю обувь, особенно если она там какая-то замшевая или еще что-то. То есть они говорят, простите, мы к вам как бичики приехали. Правильно. Хорошо, ребята. Я точно так же, вот я человек в армии, долго послуживший, помню эту конструкцию армейских ботинок, да, вот как они сделаны, прочные и хорошие. Вот я аналогичную обувь покупаю, она не очень красивая, но она очень прочная, у меня хватает на два месяца, но зимой на три. Зимой все-таки поглажат тротуарочки, да, вот так вот. Все, поэтому, и пока у нас пешеходы будут стоять на последнем месте, да, пока у нас там облик города будет стоять на последнем месте, а на первом будет стоять интерес вот этих толстых гядек на машинах, а у нас все чиновники ездят на хороших машинах. Ничего не изменится. А львовка тем более не появится, они же по ней не ходят. Приживемся на небольшую рекламную паузу, после продолжим. Особое мнение мы продолжаем в студии Дарьи Топузлиева. В гостях у меня главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков. Еще одно событие, которое мне хотелось бы обсудить, оно не совсем свежее, должно признаться, но в свете тут у нас политическо-криминальных событий как-то оно так было нивелировано. В Кирове прошел массовый пикет против закона криминализирующего, ну это так сами активисты это называют, семью, собрали они подписи под обращением к президенту. Я думаю, в курсе, что за законопроект. Ну это речь касается, видимо, ювенальной юстиции, так называемой, да, а вести уголовную ответственность за телесное наказание, скажем, в отношении своих детей. Условно говоря, так скажем. Да, должны ли родители наказывать вот за то, ну называют это шлепанием и подзатыльниками, то есть и, во-первых, да, должны ли, а во-вторых, а где проходит вот эта грань, кто должен определять, что шлепание, ну, перешло уже в банальное избиение ребенка? Видишь, тут на самом деле эту грань сложно определить, во-вторых, как бы разные люди по-разному понимают, потому что то, что, например, я, например, взрослому мужчине дам подзатыльник, это одно, если я с той же силой это сделаю своему сыну, да, то я могу ему сделать сотрясение мозга, потому что я просто пожизненный человек с тяжелыми костями, с тяжелыми руками, хоть и худенькой. Вот поэтому эта грань, она определяет самим ребенком по-любому. Я категорический противник того, чтобы детей били, потому что я еще застал то время, когда детей били, в том числе в школе меня били, да. У нас была заслуженная учительница Советского Союза, моя первая учительница в Кирове, она могла спокойно, собственно, линейкой огреть тебя по рукам, там, или дать тебе подзатыльник. Это было нормально. Она была заслуженная, или там, народная даже учительница. То есть такого еще, знаешь, сталинского пошиба, я начинал учиться в 60-х годах, не забывай, они все были учеными стра. Мне это, вот я тебе скажу честно, совершенно не нравилось, пока я учился в начальной школе, пока я учился в начальной школе, я был двоечником. Это как-то вас меняло, потому что мне сложно ответить на этот вопрос, меня родители не били. Я боялся, нет, с родителями мне повезло, то есть, как повезло, то есть, у меня есть старшая сестра, ей еще доставалось. А я вот старшая сестра, мне как раз не досталась. И причем из-за меня тоже доставалось ей, да, то есть, как бы, мне немножко в семье повезло, в школе нет, но когда я только вышел изначально из школы, перешел в пятый класс, и у нас вот пропала эта система, я стал отличником, понимаешь? То есть, когда там уже пошла другая система, когда учителя уже не били, ну, кричали, конечно, это было, да, бывало, и обижали там словами, но это разные вещи. То же самое в семье, понимаешь, если в семье все нормально, если в семье, если ребенок любит родителей, и сегодня нет оснований не любить родителей, он всегда поймет, где это подзатыльник, где это что-то, а если это ты приходишь к этой грани, он тебе об этом просто скажет, если это нормальная семья, нормальные отношения, да. То есть, я не понимаю, зачем ребенка бить. Ну вот, тоже вот из этого же пресс-релиза активистов, ну, приглашение на пикет, мне бы даже процитировать хотелось, а сама семья со всей ее сложной многообразной палитрой взаимоотношений между близкими людьми представляется рассадником потенциальных уголовников. Мне вот интересно вот это вот, что за такая многообразная палитра, которая подразумевает постоянное какое-то подтыкивание ребенка. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, какую семью имеют в виду, это суть времени движения. Да, я читал их пресс-релиз, я понял, они говорят, что традиционная семья нарушается, но дело в том, что ее давно уже нет. О чем они говорят, что они хотят вернуть вот в наш быт, да, на каком основании это вернется, если для этого нет никаких предписывок. Когда-то на углу гороха розгами пороли, так. Ну, стояли на горохе, да, на горохе я стоял, у меня дедушка ставил на горохе, это было, ну, раза два, недолго. Дедушка все равно очень любил, конечно, я бы не пошел на него заявлять в суд за то, что он меня поставил на гороху, да. Я еще раз говорю, здесь мирил, а это отношение между людьми. Семья в том виде, в традиционном, которую, видимо, хотят вернуть, да, ее давно нет, ее нет еще, ее не стало еще до советской власти. То есть в советской власти институт семьи имел такой некоторый экономический окрас, да, то есть как бы вот там были какие-то законы направленные на то, что там вот она как-то укреплялась за счет там сложности разводов, чего-то еще. А понимаешь, семья, она изначально создавалась для чего? Для совместного производства. Да, помнишь, когда-то отец кузнец, сын кузнец, дочь шьет, мать шьет, все, они все вместе производят некий продукт, за счет этого живут. Как говорится, с разделением труда все это рухнуло, это еще рухнуло в 19 веке. И о кризисе семьи писали еще в 19 веке, собственно говоря, там и брак как форму... Проблемы все те же. Брак как форму узаконенной проституции, помнится, Энгельс там называл, да, это все уже было тогда. Сейчас это стало еще меньше. То есть что спасает движение суть времени, не очень понимаю. Сейчас, я не знаю, семья утратила практически все свои функции. Более того, становится выгодно по нашему законодательству, условно говоря, для женщины быть матерью-одиночкой. Для политика быть холостым человеком, потому что активно надо переписать на свою... Как говорится, спаршивая цифра шерстяковая. Да, то есть как бы семья используется вот в этих случаях только в каких-то странных моментах, вот когда наш губернатор требует жену, которой у него нет, себе в камеру, да, то есть, ну, юридически ее нет. Но вот когда возникает сложный момент в жизни, вдруг вспоминают, что она как будто бы есть, и по закону-то, в принципе, она тоже жена. Вот я сказал, что вот вы моя жена, да, и вы сказали, что вы моя жена, и все. В принципе, мы уже для людей муж и жена. Вполне нормальная форма брака. Какую семью собираются спасать от вот этого ювенальной юстиции, суть времени, я не очень понимаю. Возможно, где-то в книжках она еще осталась. Хотя я сейчас очень много работаю в селах, там все эти процессы точно так же идут. Хотя, конечно, в более такой медленной форме. Но законодательство такое, что быть неженатым, любить ничем женатым. Меня просто вообще вся эта история несколько удивила тем, что я, ну, обычно же все равно все равняешь на себя так или иначе. И то есть мне всегда это казалось каким-то атовизмом, не знаю. Ну, то есть что там, где-то кого-то бить с целью воспитания. Но, почитав комментарии в социальных сетях, где-то я поняла, что, ну, вот процентов 80, наверное, по крайней мере, тех комментариев, комментаторов, на которых я наткнулась, они полностью придерживаются той позиции, что, ну, ребенка, конечно, напрямую не называют там своей собственностью. Но это мой ребенок, я его родил, и я буду принимать решение, шлепать мне его или не шлепать. И тут вообще складывается такое ощущение, что у нас вот в стране какой-то вот есть некий культ семейного насилия. То есть, что называется, если бьют жену, то у нас говорят, если она пошла в полицию, говорят, зачем ссоры за сбой вынесла. Если бьют ребенка, то а как его еще, маленького подлеца, воспитать? Поэтому, не знаю, возможно, суть времени хорошо представляет, за какую она там семью борется. Возможно, да, возможно, они это представляют. Я могу сказать одно, что я бы в такой семье жить не стал. Я бы не стал такую семью создавать. Создавать семью для того, чтобы бить свою жену или там бить своего ребенка, я не знаю. Может быть, у людей есть какой-то комплекс, который они не могут там истратить каким-то другим образом, да, сублимировать во что-то. Им нужно именно себя как-то проявлять вот в этом, что я тут глава семьи сел за стол, там, это он подзатыльник, это и за трещину. Но я тут главный, если по-другому себя самоутвердить в семье, человек не может, но это его проблемы, мне кажется. Ребенок это человек, мы к этому думаем, что это без сомнения, человек не может быть чьей-либо собственностью. По-моему, с этим уже покончили там 300 лет назад по всей земле практически, да. Соответственно, он не может быть собственностью ни отца, ни матери, ни бабушки, ни дедушки, там, ни опекуна. Он совершенно самостоятельный человек. И, к сожалению, вот то, что это плохо регулируется законодательным образом, приводит к тому, что, вот, читаем новости, да, там, осужден такой-то, осужден такой-то, что это то, что бьет детей. Особенно, когда это... Под этим делом? Да, вот под этим делом. Я щелкнул так себя по горлу, знак. У нас, к сожалению, бьют довольно-таки много, а сами понимаете, что в пьяном состоянии можно просто не расщачивать, что вы искалечите. Такие случаи тоже, к сожалению, бывают. Потому что человек чувствует свою безнаказанность, он понимает, что, а что мне за это будет? А еще один момент тоже по поводу органов соцзащиты. То есть противники, там, ювенальной юстиции в целом представляют это так, что, вот, сейчас примут этот пакет законопроектов, направленный, то, что, не знаю, как, на криминализацию семьи, и тут же органы соцзащиты, вот они вот на низком старте, они сейчас находятся. Прямо все по семьям побегут, да? И они все ринутся по семьям отбирать детей из благополучных семей. Это такая ситуация возможна? Они действительно все там сидят и ждут, как бы отобрать моего ребенка? Нет, понимаешь, в чем дело? Если семья благополучная, у них нет оснований никаких для того, чтобы вторгаться в эту жизнь, нет, никаких оснований их не будет. Если в школе замечают, что ребенок приходит в класс с синяками, то это основание для того, чтобы вмешаться в эту семью, потому что она откровенно неблагополучна. Если ребенок приходит плохо одетый, там, голодный, с синяками, там, не знаю, с чем еще это основание, чтобы вмешаться, а ребенок это дороже всего. Ну, собственно говоря, все лучше детям, так ведь у нас, наверное, этот лозунг, он правильный. Поэтому я считаю, что надо, мне кажется, лучше взрослым подумать о своем поведении, нежели протестовать против вот этих вот вещей. Они все равно будут приняты и подписаны президентом. Если мы, по словам Путина, по-прежнему считаем себя частью мира, ну, как он сказал, мы признаем, что у нас есть одна сфера державы в мире, это Соединенные Штаты, а мы как бы часть мирового порядка, то мы эти вещи должны принять, потому что иначе с нами просто не будут ни торговать, ни общаться, ни дружить. От проблем семейных перейдем к проблемам политическим. Кандидатов в Госдуму, наверное, уже всех видели. Есть ли у кого-то реальные шансы, а кого, можно сказать, для мебели тут поставили? То есть кто действительно намерен идти в Госдуму, а кого просто в качестве паровоза используют? Это вопрос очень забавный, потому что, ну, смотри, ну, понятно, что Рахим Азимов, да, он намерен идти в Госдуму. И он пройдет с нее, потому что он все делает правильно, плюс к тому, он пользуется полной поддержкой административного аппарата. Я думаю, что у него проблем не будет, он об этом знает. То же самое, полагаю, произойдет с Олегом Дориановичем Блинчуком. Я не знаю, что должно случиться, чтобы он не стал депутатом Госдумы. Потому что он как бы идет и по одномандатному округу, он и в этом списке, и в федеральном списке, и глава всего этого нашего огромного пуста. То есть есть люди, которые реально пройдут в Госдуму, и мы о них, как бы, мне кажется, все понимаем и знаем. Сергей Павлинович Мамаев, даже если он там не победит по одномандатному, там, где они будут с Олегом Дориановичем Блинчуком, он пройдет по списку, да. То есть мы понимаем, кто реально пойдет в Госдуму, кому там есть, что делать. Вот Владимир Быков? Дело в том, что, в отличие, скажем, от Олега Дориановича Валенчука, Владимир Васильевич Быков человек не вполне самостоятельный в принятии решений. То есть как бы про таких уже людей говорят «чей». Поэтому, собственно, есть люди, которые и определяют. Вот Быков чей? Я думаю, что Быков, он как бы близок к Валерию Васильевичу Крепостнову. И Валерий Васильевич Крепостнов, голова светлая, он правильно распорядится этим ресурсом. То есть куда его направить? Нужен ли он ему в Государственную Думу и зачем? А может быть, он ему пригодится в законодательном собрании, он и тоже, значит, в списке возглавляет список городской. Так ведь? Может быть, станет вопрос о председателе ЗАГС Собрания. Так ведь? А почему бы не Владимир Васильевич Быков стал председателем ЗАГС Собрания? А может быть, он подумает, что он на своем месте в городе. Вот я понимаю, у меня такое же лицо. Лучше бы, конечно, его в Госдуме. Я тоже думаю, что в Госдуме вот это вот самое хорошее место. Но, судя по всему, он останется в Кировской области. У меня есть такое впечатление, вот, исходя из каких-то вот заявлений, из адресатов этих заявлений, то есть на кого они адресованы больше, он по-прежнему общается с кировчанами, а не с жителями области. Больше. То есть расчет все же на то, что он останется работать в Кирове. Да, я понимаю так, что это идет речь о том, что он останется работать в Кирове главой ли города, я не знаю. Это сложный вопрос, потому что там очень сложная система назначения. Она будет зависеть от нового губернатора. Вот. А так как мы его пока не знаем, то сложно сказать. А так как мы его пока не знаем, что он, какое решение он примет, неизвестно. Соответственно, сейчас разыгрывается АЗС. В АЗС, судя по списку, который опубликован, очень плотно люди, если так можно выразиться, я так выражусь, люди Крепостного и Олега Березина. Они находятся в катастрофическом изобилии, то есть они по всем позициям практически представлены. АЗС вообще сильно обновится? Мы в сентябре много новых лиц увидим? Людей новых мы не увидим. Может быть, тех, кто не был депутатами до этого, мы увидим. Да, там кто-то из городской думы переползет. Городская дума, она вся была под контролем, скажем так, у этих двух людей. Кто-то из общественной палаты переползет, которая также формировалась у нас с учетом мнений депутатов. Мы просто тут с коллегами сидели, подумали, думали, ну, это же в сентябре уже новый созыв, первое заседание, думаем, надо сходить. Обычно сейчас просто трансляцию смотрим, а то думаем, надо будет сходить как-то вот, ну, новую лиц, познакомиться. А сейчас, думаю, а будут ли там вообще новые пересы? Новых лиц, скорее всего, не будет, потому что там, где поставлены на участках, да, некие новые лица, особенно молодые люди из Народного фронта, да, вот из этого общественно-народного, там обычно у других партий очень сильные кандидаты поставлены, мне кажется, вопрос договора уже определенный есть. Ну, вот у меня, собственно, тоже есть этот вопрос, потому что есть определенные места, вот где заведомо прям три-четыре семи кандидатов. И думаешь так, подождите, а что они там все делают? Ну, некоторые из них просто, ну, обязаны пойти, есть же, знаешь, партийные установки, что по кому-то там должны пойти поучаствовать, не более того. Опять же, когда говоришь с теми, кто уже выдвинулся, и говоришь просто о суммах, мне же интересно те суммы, которые они намерены потратить, потому что я хочу поучаствовать в трате этих сумм, да, скажем, либо как технолог, либо как там редактор, либо как журналист, то сразу становится понятно, кто реально собирается избираться, а кто просто обозначает участие, потому что партия должна быть здесь представлена, он там совсем чуть-чуть денежек потратит, повесит свои плакатики, проиграет и будет доволен, как бы, ну, получит некий опыт. Галочку поставил, да? Галочку поставил партия, да. При преференции получил какое-то спасибо. Ну, в следующем году, может, в следующий выбор как-то еще. И понятно совершенно, что идет с ним по тому же там в округу человек, который там на порядок больше уже избирателей фон свой кладет, уже на порядок больше делал каких-то заявок, заказов там по полиграфии, почему-то еще понятно, что этот человек всерьез намерен, потому что просто так деньги вкладывать никто не хочет. Я не думаю, что мы увидим много новых лиц, в смысле новых, которых мы раньше не видели, не знали там откуда-то всплывших. Я думаю, их будет очень мало, все будут знакомы, все будут понятно, условно говоря, какой наши, вот, тоже не люблю это слово, какой нашей элитной группе, вот, скажем так, они принадлежат, чтобы все понятно совершенно будет почитаться. А по поводу Быкова еще такой момент, то есть, если вдруг звезды как-то так сложатся, или что-то, мы не знаем, каких-то там подковерных интриг, и Владимир Васильевич уйдет все же в Госдуму или покинет пост главы города. Есть ли сейчас какие-то реальные кандидаты, кто может занять это место? Дело в том, что... Возможно, вам известно, что кто-то уже там метит. Мы уже говорили об этом, но сейчас у нас глава города как таковой, как таковой глава города будет глава администрации города, да, то есть, по новому уставу. То есть, у нас будет главпредседатель Думы, то есть, здесь уже на самом деле, как карта ляжет, как пройдут выборы в город Думу в марте следующего года, да, насколько я знаю, они будут. А вот насчет главы-то города, главы администрации, там будет решать комиссия, где половина участников будет назначена губернатором. Мы его не знаем. Я полагаю, что... Опять же, это переменно неизвестное. Я полагаю, да, что когда губернатора назначат сюда, судя по всему, его назначат после 20 июля, для того, чтобы он мог в ранге в Рио пробыть год. Подольше. Подольше, чтобы мог все успокоить, устаканить, под себя подстроить. Вот. И я думаю, что ему будет... Он будет очень заинтересован в том, чтобы у него было полное взаимопонимание с главой города. Поэтому здесь сейчас, как я, эту кандидатуру называть бессмысленным. А если не по кандидатурам, а условно, то есть, если, например, мы получаем на место временно исполняющего обязанности губернатора человека, не из региона, там, человека из Москвы, или из какого-то другого региона, Скорее всего, так и будет. Означает ли это, что и в городской власти вот смена будет радикальной? То есть, что это будет не кто-то местный, а кто-то, возможно, приведенный с собой? У человека, который придет на место губернатора, будет до марта время определиться с тем, кого бы он хотел видеть главой областного центра. Я думаю, до марта он успеет познакомиться и с местными людьми, найти себе какую-то гарантированную поддержку. Либо тут присмотреться. Скорее всего, все-таки, на город надо кого-то местного, чтобы он на самом деле знал, о чем речь идет. Но он найдет человека, который будет с ним в хорошем контакте. Поэтому мы сейчас предлагать какие-то конъюнктуры, ну, как говорится, только портить. Вот как с губернатором, да, ведь? Все говорят, будет тот-то, будет тот-то, будет тот-то. А сидит там далеко Владимир Владимирович, ага, смотрит, кого упомянули? Солодовникова, крестик, не будет его. Кого еще упомянули там? Такого-то крестик не будет его, потому что решение будет принимать он, и никто не имеет права раньше батьки сказать, кто будет губернатором. Как с Никитой Юрьевичем в 2009 году. Собственно, точно так же, да. То есть никто и нигде ни разу не угадал. То же самое будет и здесь, как в Коми было, да? Там упоминалось сотня фамилий. А прислали Гаприкова, который ни разу никем не был упомянут вообще, в принципе, как потенциальный губернатор чего-либо. Еще одна реклама у нас. Хорошее дело. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире «Особое мнение» Дарьи Топузлеева. Общаемся мы сегодня с главным редактором журнала «Товар. Деньги. Товар» Николаем Голиковым. Еще одна городская, ну, для меня это всегда проблема. В Кирове насчитали 16 парков и 77 скверов. Включили их в некий реестр зеленых зон. И администрация заверила, что вот это вот включение всех этих зеленых зон в этот реестр не позволит проводить там капитальное строительство. Действительно ли городские власти у нас сейчас наконец решили отступиться от застройки парков и скверов, или это очередное какое-то вот для успокоения, для отвода глаз? Тут очень такое важное слово, мне кажется, Даша, то, что они заявили. Вот когда они примут акт некий городской, да, там, не знаю, решение, гордум или что-то еще, в котором будет четко нарисованы все вот эти скверы, границы, там, кадастровые номера и прочее, прочее, когда будет написано черным по белым, ни при каких условиях, ни под какие проекты, да, общественно назначенные застройку не проводить, вот тогда я поверю в то, что они от этого отступились. А так, понимаешь, сейчас же время предвыборное, а это очень горячая тема, да, люди просто реально возмущены тем, что происходит в сделанной зонах в Кирове. Взять тот же парк победы, там, кошмар, взять тот же дворец пионеров, кошмар, зачем так, почему так, зачем это делать, люди возмущены. Поэтому сейчас вот под выборы вот такое заявление делают, что, ребята, мы все слышим, мы вас слышим, мы больше не будем, мы будем хорошие, но вот пока не будет либо постановления там, либо там решения думы, либо чего-то еще, либо абсолютно четко и однозначно написано, что нет, ни при каких условиях. Вот тогда можно будет говорить, что они отступились. Пока я думаю, это просто... Вот как, понимаешь, вот есть вещи, которые вот хотели сделать, потом подумали, ой, выборы давай не будем пока. Ну, помнишь, там, лишение льгот в связи с учителей, да, одумались. Там проект Вятский променад, там, колесо на титарной площади. А нет, не поторопились, а приняли во внимание мнение. Да, 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 то же самое здесь, отступились. Пройдут выборы, пройдут выборы, всех посадят, рассадят, все это будет возвращаться. Нет, на самом деле, вот, даже бумаги не всегда убеждают, потому что, я не знаю, помните, не помните историю, которая произошла, ну, правда, уже много лет назад, утришь заказник в Краснодарском крае, и там, когда начали строить на территории заповедника дачи для чиновников, возмутился уже там не только российский Гринпис, но приехали уже зарубежные коллеги с вопросом, вы тут совсем, что сделали местные власти? Они просто вот этот вот кусочек, где построены дачи, они вывели из состава заказников. Так ведь, вспомнил наш Парк Победы. И сказали, ага, вам не понравилось, вот, пожалуйста, получайте. То есть, получается, что вроде бы, видите, там наверняка были какие-то бумажки, но... Так нет, вот история Парк Победы зачем далеко ходить? То же самое, то есть отдали кусок Парка под застройку, потом сказали, что это никогда и Парком-то не было. Вы о чем, ребята? Тут же всегда было, все там было... Да по документам он и вовсе не Парк, вот только сейчас его обозначили. Да, сейчас обозначили, хотя на самом деле, как бы, если взять документацию прошлых лет, с того момента, как, собственно, он был основан, это всегда был Парк. Просто на это нет вот этого документа. Но, тем не менее, есть такое понятие, когда в деловом обиходе, да, даже нет документа, но так принято, так это считается, что это уже Парк, да? То есть мы, опять же, вернемся к семье, если там я докажу в суде, что мы с этой женщиной вели вообще хозяйство... Тут это же пример хотела привести. Да, то мы, значит, уже были мужем и женой, соответственно, все последствия юридически к нам применимы. То же самое и здесь. То есть я почему еще говорю, что уловочку они всегда найдут, как только запахнет денежкой, потому что все эти случаи, они на самом деле насквозь коррупционные, это понятно. Либо администрация отдает какие-то ранее полученные долги свои, там, за счет того-то, того-то, либо это просто конкретно. Я считаю, что любая история, связанная с зелеными зонами, это коррупционная история. Либо, как потом выясняется, что, да вы что, эту землю мы уже продали 15 лет назад. Да, 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 да. Вот. Так же, вот я говорю, что по Дворцу пионеров, я вообще, честно говоря, я просто всполз со стула, когда узнал, что территорию, мемориалы, это когда у нас все говорят о Великой Отечественной войне, как единственное, что победа в войне, как единственное, что объединяет наш народ, начинают кромсать территорию мемориала, и совершенно спокойно, да? Да что вы, ребят, ну тут, что у нас там сейчас? Испортили территорию. И что дальше? А ничего дальше. Еще и губернатор уехал. Уехал, да. Но он же в командировке у нас по-прежнему пока еще. Ну вот. Накануне умилили меня новости. Федеральные СМИ выпустили заголовки. Власти еврейского автономного округа предложили жителям поселка Бира, или Бира уж, к сожалению, не знаю, скинуться по 100 рублей на ремонт дороги. Прям огромные материалы вот по поводу того, как пришли какие-то муниципальные чиновники, говорят, вот, ребята, давайте вот что-то скинемся. Там такие вот прям расследования с комментариями людей, которые говорят, что это такое. И тут я понимаю, что это же проект поддержки местных инициатив. Это же вот он в чистом виде. Я думаю, даже здесь новость больше акцент идет на то, что это еврейская автономная область. Знаешь, сразу вспоминаю, такой спектр анекдотов еврейских, прочее, прочее. Так, знаешь, такое вот. Мне кажется, национальный колорит здесь немножко этой новости что-то привел. На самом деле, вот понимаешь, проект поддержки местных инициатив в Стукове тоже сложное. Дело в том, что он же пришел к нам от Всемирного банка из Европы. В Европе таким методом решают проблемы поверх тех, которые должна решить муниципальная власть. Но дело в том, что там муниципальная власть свои функции выполняет. Условно говоря, вот она выполнила свои функции. А вы хотите чего-то еще. Например, там... То есть, дорогу вам сделали, а вы хотите вдоль дороги газон. Например, да. Ну, там чаще, вот как есть случаи, например, вот вы живете, все у вас хорошо, но вы хотите там не платить монополисту за электроэнергию, а сделать свою электростанцию, которая работает там на ваших отходах. Прекрасно. Вот тогда вы собираете вот эти... Часть средств своих, часть дает Всемирный банк, и вы, значит, это дело делаете. Вот это и есть проект поддержки местных инициатив, как он есть изначально. У нас сейчас, если читать прессу районную, к этому проекту относятся как к должному. То есть, районные администрации вообще уже перестали какие-то свои функции выполнять, и они только говорят, это ППМИ, это ППМИ, это ППМИ. Вот это неправильно. Потому что люди имеют право собрать деньги, обратиться к этой программе и что-то сделать, но получается так, что районная власть не делает ничего, а деньги, которые в бюджет все-таки поступают, да, посмотри, все ездят на хороших машинах. Вот опять же мы вернемся к разговору. На хороших машинах. На это деньги тратить есть, можно. А вот там сделать ритуарчик, это вы, ребята, сами соберите. Вот есть такая программа, прекрасно собирайте деньги. В этом плане это неправильно. Мне очень понравилась тема, которую предложил Рома Титов, наш руководитель нашего общероссийского народного фронта, который тоже очень так неоднозначно относится к этой программе. Он говорит, вот эти деньги, которые люди собирают, им надо делать налоговую учет. Ну что, хоть что-то. Да, да, да. То есть, вот они вкладывают, они вот эти налоги уже не платят, потому что они практически платят налог. Вот этот муниципальный, некий новый муниципальный налог получается. Почему он потом еще и платит остальные налоги? Вот это было бы справедливо. А так получается двойное налогообложение. С другой стороны, если бы не было этого проекта, то это вообще было бы кошмар. Ну вот, у меня тоже просто двоякое такое отношение. С одной стороны, я прекрасно понимаю, что у каких-то муниципалитетов, ну, просто нет на это денег. А с другой стороны... Ну опять же, да, а глава-то муниципалитета опять на хорошем мышлении ездит? На государственной, то есть, которая муниципальная мы купли. То есть, я все же думаю, наверное, не в каждом районе. В каждом районе. Посмотри, вот они, все это хорошие. А так вот это какое-то заштатное сельское поселение... То есть, я думаю, что где-то полтора мульта за машинку они обязательно платят и меняют их довольно-таки регулярно, потому что надо ездить в город, нельзя же, я же представляю лицо района. Я вот по районам не езжу, поэтому... А полтора мульта, условно говоря, за них можно очень много тротуаров сделать. На самом-то деле. С другой стороны, когда этот проект начинался, я это тоже представляла, как, ну, некое... Ну, не знаю, люди вот захотели себе какую-то развлекушечку. Ну, то есть, условно говоря, вот уже вот все есть, а мы хотим что-то вот сверх этого. Да, да, ну, как оно изначально должно быть, да, то есть поверх муниципальных обязанностей. Вот, а тут получается, что, да, смотришь, когда список, то есть это ремонт коммуникаций, то есть где-то... Канализации, коммуникации, труб, там, окопления, тротуары, там, что еще, детские площадки, там, которые обязаны, заборы какие-то строят, то, что, в принципе, это обязанности муниципальным власти. То есть это не какие-то капризы местных жителей, которые... С этой точки зрения, получается, двойное налогообложение, это нечестно, но, опять же, за счет этого, тут надо отдать должное вот тем людям, которые проект внедрили, активность-то населения повысилась. Ну, и отношение тоже немного поменялось, потому что сначала это было бы точно так же, как у евреев наших, российских. То есть почему-то я должен это делать, а сейчас люди уже вроде бы как-то вот... Ну, они просто уже понимают, что в той ситуации, которая есть... Ну, либо мы живем без тротуара, либо мы скинулись по 100 рублей, что-то сделаем. Да, либо мы хоть что-то делаем, скидываемся, хоть что-то нам помогают, мы делаем. Я недавно просто общался в Садаковском поселке, где сделали огромный сквер по программе Папа-Мэй. И, кстати, вот хочу сказать, что... Помните наш Алый Парусак кинотеатр? Да, конечно. Так он был, да, помните? Там был такой заборчик красивый. Исторический заборчик самого начала. Это на самом деле одно из моих любимых мест в городе. Этот заборчик теперь ограждает сквер в Садаках. Кто хочет по-ностальгировать, он там. Спасибо там женщине, которая работала с Капина, Надежда Николаевна, она этот заборчик туда перетащила, она сейчас там целиком ограждает этот прекрасный свершеннонсквер. Опять же по проекту Папа-Мэй. Иначе в Садаковском просто не было места, где могли доходить. Просто не было ни одного. Так что все равно польза какая-то от него есть. И пара минут у нас буквально осталось. Успеем, думаю, обсудить. В ЦОМ тут привел данные очередного опроса. По мнению большинства россиян, ну в общем большинство россиян, признают неравенство граждан своей страны перед судебной системой. Причем наличие иммунитета от правосудия связано с тем, сколько у человека денег и власти. То есть, грубо говоря, лучше всего от суда защищены чиновники и олигархи. И меня вот это заинтересовало. Если практически все граждане у нас признают то, что мы не равны все перед судом, то почему у нас... Мы равны, просто некоторые равнее. Все люди равны, но у нас те, кто равнее. Да, некоторые равнее. То почему у нас петицию за расформирование сборной России подписывают сотни тысяч человек, а на дело оборонсервиса все смотрят сквозь пальцы? Ну не забывая о том, что здесь еще очень хорошо работает пропаганда и подают разные дела по-разному. Во-вторых, ну как тебе сказать, все ведь упирается во что? Все упирается в то, что у нас нет в уголовном кодексе одной простой статьи о том, что если человек совершает преступление, находясь на муниципальной либо государственной должности, это отягощает его вину. То есть как раньше было совершать преступление в пьяном виде, то это как бы отягощающее вину обстоятельства. У нас этого нет. Пока этого не будет, а так как закон довольно-таки широко трактуется, есть от и до, то, соответственно, люди вместо того, чтобы получить усиленное наказание, получают вот легкое. Смотри, у нас в Затопе Ромайске осудили человека за взятку в 1,8 миллиона рублей, 6 лет строгого режима и штраф 128 миллионов рублей в казну государства, в доход государства. Взятка 1,8 миллиона рублей. И по логике наш уважаемый губернатор, я не знаю, это страшно даже такие цифры назвать, какой он должен получить срок и какую он должен получить сумму, подождем. Я боюсь, что, как сейчас уже пишут, он, скорее всего, вообще выйдет после 2-3 лет в СИЗО, выйдет просто без статьи, вероятно всего. То есть даже и чиновники оказываются неравны перед судом, не то что чиновники обычно люди. Там работник муниципального предприятия, он не чиновник, он получил взятку в коммерческих целях, ему тоже взятка. Статья та же самая. И боюсь, что да. А у нас есть такие возможности, когда почему-то считается, что раз он на госслужбе, значит, он хороший, это его вину смягчает. На самом деле, должно утяжелять. Пока вот это не изменится, у нас ничего не изменится и в суде. Это было особое мнение главного редактора журнала «Товар, деньги, товар» Николая Голикова. В студии работала Дарья Кузлила. До свидания. До свидания.